Когда Адь-йоги передал фундаментальную механику того, как устроена человеческая система, когда мы говорим о человеческой системе, мы говорим не только о почках, печени и тому подобном. Мы говорим об основах человеческой системы, как она создана изнутри, и как она проявляется, как она функционирует, и что мы можем с ней сделать. Один из аспектов — обладать хорошим физическим здоровьем и жить полной жизнью. Другой — использовать человеческую систему как инструмент для изучения мистических аспектов жизни. Инструмент, чтобы стать вместилищем для знаний. Адь-йоги обучал этому с помощью семи различных путей. Он разделил всё на семь категорий. Вот откуда всё это недопонимание связано с семью чакрами и тому подобным. Он сгруппировал всё в семь категорий, семь основных сегментов, в пределах которых можно обучать. Так получили начало семь школ йоги. Но по прошествии дней, лет, веков или тысячелетий начали появляться специализации. Говорят, что в то время в Индии было создано 1800 школ с различными видами йоги. Примерно 3200 лет назад появился Патанджали Махариши. Он попытался объединить всё это в йога-сутры. Он собрал эти 1800 различных типов йоги в 200 с лишним йога-сутр и создал то, что называется аштанга-йогой, то есть восемью конечностями йоги. В эти восемь конечностей входит абсолютно всё. Поэтому с тех пор он считается отцом современной йоги. В Индии современный означает 3200 лет назад. Так что он известен как отец современной йоги. Слово «современный» использовалось в то время. В то время говорили, что Патанджали является отцом новинной йоги, что означает «современная йога». Но мы продолжаем использовать то же слово и сегодня, спустя 3200 лет, потому что он не изобрел йогу, он только собрал и объединил её, потому что йога стала слишком специализированной и была разбита на слишком большое количество частей, которые он собрал воедино. Субтитры создавал DimaTorzok